На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Защитник Валерий Коршакевич пополнил ряды футбольного клуба Гомель. Контракт с футболистом рассчитан на один год. В минувшем чемпионате страны Валерий Коршакевич провел заслузк все 30 матчей без замены. Отличился одной голевой передачей. Накануне новичок успел дебютировать в составе зелено-белых в победном матче против земляков из Локомотива. В первом тайме футболисты Гомеля отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Начало разгрому на 11-й минуте положил Иван Жосткин. На 16-й отличился Роман Волков. Вскоре голевой удар на свой счет записал еще один новичок Гомеля Андрей Штыгель. Итог первого тайма дублем подвел Лосина Дао. Во второй половине матча Локомотив также не смог поразить ворота соперника. А вот свои железнодорожники получили два мяча. Оба от Мохаммеда Канате. Итог 7-0 в пользу команды Вячеслава Герасченко. Сильнейшие скалолазы Беларуси соревновались в Гомеле. В областном центре туризма и краеведения детей и молодежи состоялся первый этап Кубка Беларуси по болдерингу. Это один из трех видов спортивного скалолазания. Вместе с лазанием на скорость и на трудность эта дисциплина вошла в программу Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио. Во время соревнований спортсмены проходят ряд коротких, но очень сложных трасс. На первом этапе Кубка страны участков было 25. Шесть лучших скалолазов после предварительного этапа попали в финал, где и разыграли медали. Соревнования у нас проходят хорошо, но конкуренция, конечно же, послабее, чем с соседними странами с Украиной, Россией, конечно же, с Евросоюзом. Но у нас это развивающийся вид спорта. На домашнем этапе Кубка по болдерингу гомельчане в число призоров в личном зачете не попали. В общем, впервые победила команда из Минска. На втором месте спортсмены гомельской Дю США Омега. Замкнула тройку призоров еще одна гомельская дружина – альпинистский клуб «Спартак». Отметим, что в рамках Кубка Беларуси по болдерингу состоятся еще три этапа. Около двух сотен юных спортсменов приняли участие в открытом первенстве гомеля по карате. Соревнования проводились по олимпийским правилам Всемирной Федерации этого вида спорта. На первенство своих воспитанников в возрасте от 4 до 13 лет выставили шесть команд. Все представляли гомельскую область. Основные баталии развернулись в двух дисциплинах – ката – это комплекс упражнений и кумите – это поединки. Для юных каратистов первенство гомеля – это шанс показать себя перед тренерским штабом сборной области, а также повысить свои спортивные разряды. Особое внимание к спортсменам 12 и 13 лет – это самый ближайший резерв. Мы их уже оцениваем как будущих спортсменов, способных защитить честь страны на международных стартах. Официальное соревнование первенства Европы – континентальное первенство. Молодежный чемпионат мира проводится 14 лет. Плюс также отбор на молодежные игры и классификационные соревнования, которые проводятся. Вот их три соревнования в мире уровня юношеской премьеры лиги – то же самое соревнование с 12 лет. Во время первенства разыграли 49 комплектов наград. В командном зачете победила команда областной федерации карате. На второй строке расположились каратисты гомельской издюшор «Скиф ГГУ». На третьем – мозырская издюшор «Жемчужина Полесья». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok